Дорогие друзья, шалом вам из Израиля, Хайфа, мессианская община, возвращенная на Сион, и наша студия и медиаслужение Оазис Медиа ТВ. Мы продолжаем работать с вопросами. И вот очередной вопрос. Стали ли верующие из народов в Иешуа автоматически евреями и частью Израиля? Опять-таки, вы, я вижу, упражняетесь в провокационных вопросах, но наверняка они волнуют некоторых людей или многих людей. Я попытаюсь дать мое мнение на эту тему. Нет, не стали. Не стали. Если неевреи через Иешуа станут евреями, то весь мир станет еврейским. Я думаю, что многие из вас имели возможность когда-то смотреть бесконечный турецкий сериал «Великолепный век». И если вы помните, там один управитель доказывал Падишаху, понятно, все это с улыбкой, но это вещи реальные. Доказывал Падишаху, что там все должны быть мусульманами и все такое. И Падишах показал ему сад и сказал, смотри, весь сад наполнен цветами. И все цветы разные. И в своей разности и в своем цветении все они великолепны. Подчеркивает могучность, огромную силу благословения этого мира. Вы знаете, в несколько иной форме, но то же самое сказал апостол Павел, когда он спорил с греками в Агреопаге. И написано, что его сказали, ну расскажи, о чем ты там хочешь нам здесь рассказать, про какое-то божество, которое умерло, воскресло. Помните эту историю. И апостол Павел им сказал такие слова. От одной плоти и крови Господь сотворил все народы мира, все разные народы мира, чтобы каждый из этих народов искал Бога и нашел Его. В этом на самом деле все наши призвания. Нету плохих, дурных, умных, суперкрасивых, супернекрасивых народов. Все разные. Мы часто наслаждаемся великолепной скульптурой, великолепными фасадами зданий, но мы разучились восхищаться разными людьми или разными национальностями. Все они, все эти национальности от Адама произошли. От одной плоти и крови. Но потом каким-то образом Господь сделал так, что пошли поколения, племена и так далее. И сегодня более тысячи народов, которые каждый равноценен, равноценен пред Господом. И у каждого народа есть своя функция, свой особый дар, свое особое помазание, свой языковый институт, свое течение души. И когда каждый из этих народов, реализуя свои дары, какие-то народы очень гостеприимные, какие-то очень точные, какие-то очень быстрые, какие-то очень конструктивные, какие-то очень изобретательные. Каждый народ, он имеет свою вещь. И есть не каждый из этих народов. Свой особый дар совместит с тем, что этот дар будет направлен к Господу Богу. Вот тогда будет настоящий цветник, цветение всего. Это уже сейчас в определенной мере достижимо, разумеется. Это все раскроется в грядущем, когда Ишуа вернется, и когда весь мир будет восстановлен. Теперь, мы знаем, что Писания делают такие заявления, типа «Во Христе Иисусе нет ни Иудея, ни Елена, ни язычника, ни еврея, ни Елена, ни женщины, ни мужчины. Все одинаковые». На самом-то деле, извините меня за грубую шутку, все мы до сегодняшнего времени, допустим, в плавательном бассейне, пользуемся разными раздевалками и душевыми. Почему? Потому что есть и мужчины, есть и женщины. И важно соблюдать эти разности. И когда современное общество пытается смешать и сказать «Ты сам выбирай себе, какого пола ты хочешь быть», вот здесь у меня есть немного проблемы с этой темой. Но я хочу сказать, что есть особое благословение быть женщиной и особое благословение быть мужчиной. И не нужно конкурировать, нужно себя реализовать там, где ты есть. Есть особое благословение быть евреем, есть особое благословение быть немцем, немцем, или японцем, или арабом, или иранцем, или русским, или украинцем, или чехом, или венгром, или грузином, или неважно кем. Главное, чтобы ты мог себя реализовать. Я вам расскажу одну вещь, и вы поймете, в какую сторону я клоню. Мой сын учится в 10 классе, на иврите Юд. Учительница задала им в школе на уроке Танаха вопрос. Это обычная светская школа. И она сказала, скажите ученикам, сотворение Адама описано в Бытие 1 главе и в Бытие 2 главе. В чем они заключаются? И мы знаем стандартное объяснение, что в Бытие 1 главе рассказывается о развернутом глобальном сотворении мира, которое сделал Господь, а в Бытие 2 глава, как будто мы микроскопом приближаем и рассматриваем только жизнь Адама. Но это был неправильный ответ. Правильный ответ был такой, что в Бытие, Алле, в 1 главе, когда рассказывается про Адама и человек, про человека и Бога, говорится, что Бог сотворил человека по образу своему и по подобию своему. То есть, показана некая вертикаль Бог и человек. А в Бытие 2 главе, там сказано, и насадил Бог человека, посадил в раю, и из него сделал ему супругу, и пошло и поехало. То есть, какая-то горизонталь. Я хочу, чтобы вы поняли, что когда мы читаем тексты, которые говорят про евреев и про неевреев, про то, что нет ни еврея, ни людей, мы должны понимать, о чем здесь говорится. О вертикали или о горизонтали? По горизонтали есть различия. Мы живем на земле живых. Есть бедные, есть богатые, есть слуги, и, к сожалению, есть рабы. Есть свободные люди, а есть забитые пропагандой, просто люди, которые даже своим умом думать не хотят. Есть мужчины, есть женщины, есть разные народы, и каждый должен обрести благодать, и мы все разные, и мы должны уважать нашу разность, не глумиться над слабым, а увидеть силу в нем, поддержать, найти путь, как явить доброе сердце, там, где мы сильнее, или попросить о помощи, там, где мы слабее. Это горизонталь. В вертикали все по-другому. Вот небесный отец. И он послал сына Ешуа, который искупил нас. И когда во имя Ешуа приходит к Богу мужчина или женщина, еврей или нееврей, свободный или раб, богатый или китаец, или малаяц, или неважно с какой национальности, приходит в Ешуа, приходит в силе Нового Завета, и прощаются ему все грехи, и очищаются ему все прошлые дела, и благословение приходит к нему. Я надеюсь, я рассказал, как я понимаю эту ситуацию. Но мы должны также видеть, что люди, спасшиеся в Ешуа, и ставшие детьми Аврааму, и ставшие своими Господу Богу, они подпадают под определенный набор благословений, которые в самом начале Господь Бог обещал народу Израиля. Если вы почитаете Ефесянам, то там сказано, вы, бывшие далеко от Израиля, стали близки, я дополняю, там это не написано, к Израилю, это по тексту видно, многие не видят, стали близки к Богу. Нет, там про Бога ничего не говорится. Стали близки через кровь Ешуа Израилю и подпали под множество благословений Израиля. Это не касается территории Израиля. Это не касается земель Израиля. Это даже не касается, как я понимаю, обязанностей нести множество заповедей, которые Господь Бог дал, да, Израилю, включая мессианских верующих. Но вещи, которые связаны с прощением греха, с возможностью приходить к Богу, к возможности спасения, эсхатологического спасения, к вопросам о воскресении мертвых, о самых глобальных вещах, естественно, все, и евреи, и неевреи, в Ешуа, Хамашехе подпадают под эти обетования, которые Бог дал израильскому народу. Ну, вот так я вижу эту ситуацию. Пусть Бог помогает каждому из вас смотреть на Него, искать Его лица и укрепляться в обетованиях, которые Он дает каждому верующему в Ешуа. Шалом вам!